Дорогие друзья, я хочу вам зачитать Евангелие от Луки, главу 16, начиная с 19 стиха, притча о богаче и Лазаре. Потом свои комментарии после прочтения я вам скажу. Некоторый человек был богат, одевался порфиру и висан, и каждый день пиршествовал, блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача и псы, приходя в зале струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел, дали Аврама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, отча Авраме, умилосердясь надо мной, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Ибо я мучаюсь в пламени семь. Но Аврам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда, к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Аврам сказал ему, у них есть Моисей пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Авраме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться. Тогда Аврам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Вот, дорогие друзья, я не зря обратил внимание сегодня на эту главу из Евангелия от Луки. Очень уж похоже наше время на то, чтобы действительно эти слова Аврама применить к нам, неверующим, живущим по своим страстям и по хотям. Я помню, может быть, несколько лет там назад, я профессор Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова спросил о том, как же здесь говорят в этой притче, что оттуда не переходят туда и отсюда туда. То есть, не из ада в рай, не из рая в ад. А тогда зачем же молиться о усопших? Да, непонятно было. Но Алексей Ильич мне ответил, что эта притча имеет не догматический характер, а как бы педагогический такой, поучительный. Переводя эту притчу на сегодняшнее время, и даже не переводя, а приводя... Не знаете, что хочется сказать? Ну вот, касательно своего примера, уже почти 30 лет в церкви, да? И мне очень трудно себя причислить к христианам, хотя, ну, и человек верующий, и, ну, и, как бы, хожу, как фарисей, говорит, польчусь два раза в неделю, то да сё. Да, только вижу своё, как говорится, гэ. А справиться очень трудно. Так я вот о чём. Сколько было сказано, сколько призывов моих родственников, друзей, окружающих меня, поскольку раньше я работал в таком месте, что там народу уйма. Очень трудно. И вот читаешь Евангелие с каждым разом, всё новое и новое открывается, хотя уже давно читаю, и вот только прочитаю какой-то стих, возвращаясь на предыдущий, и открывается что-то такое поучительное, как бы новое, а почему новое, это же давно же читомое и понятное, а открывается всё более и более нужное. И в данный момент опять я о чём, о словах Авраама, который говорит богачу, пожелавшему отправить Лазаря к братьям в его дом, чтобы они не попали на это место мучения, сказал Авраам. У них есть пророки и Моисей, пусть слушают. Нет, перебил богач, если кто-то из мёртвых придёт, поверит. Нет, если Моисей и пророков не слушают, сказал Авраам, то даже если бы мёртвый воскрес или мёртвый придёт, не поверят. И я о чём хочу сказать? Сто процентов я вот кого сегодня, вчера возвращался к чтению этой притчи и спрашивал своих знакомых, друзей, вот скажите, как вы думаете, вот если бы кто-то из вас воскресил мёртвого, как вы думаете, люди бы перестали бы жить так, как живут, пошли бы в церковь, начали бы бороть свои страсти, ходили бы добрыми, кроткими, но на кого бы не обижались, всё бы забросили, футболы, хоккей, шоу, телевизор, всё. А у меня ответ. Я же знал, что так скажут. Нет? Я вам точно скажу. Опять слова евангельские. Никто не может ко мне прийти, если кого не привлечёт Отец мой Небесный, сказал Господь. И я недавно написал стихотворение, ну, что-то вот, знаете, муза приходит очень часто, и думаешь, ну, нужно написать. Потому что как раз вот о себе, как бы, и я свинья, и мечу бисер перед свиньями. А стихотворение такое. Не мечите бисер перед свиньями, брюхо им набить, своё вся жизнь для них, никакими чудесами дивными не отгонишь от смешного пойла их. Хоть воскреснет перед ними мёртвый вдруг, или померкнет солнце, звёзды упадут, отогнать от корма их не хватит рук, так и жрут всю жизнь, и хрюкают, и ждут. Но дождутся, скоро их придёт черёд, он придёт тогда, когда его не ждёшь. Если б только они знали наперёд, что посеяли все жизни, то пожнёшь. И это в первую очередь я о себе. Как всё страшно. И вот сейчас читаю в группе ВКонтакте, там кто-то радуется, вот указы президента о духовно-нравственных каких-то ценностях. Так всё размыто. Я там написал в своё резюме, в свой комментарий. Самая главная ценность – это та увидеть себе, по словам преподобного Петра Дамаскина, грех. Первым признаком начинающего здравия души является видение грехов своих, как песок морской. Если человек себе это увидит, он уже будет, ему уже ни до каких указов. Он будет уже бороть себе это дерьмо, простите, и жить своей направью для того, чтобы вернуть тот образ Божий, по которому Господь нас создал. А вот эти, знаете, это для людей, ну, я даже боюсь сказать, как бы меня не осудили, людей, которые не видят своей повреждённости. Если бы мы видели свою повреждённость, ой, мы бы начали плакать. Да. Я сам как будто плачу. Песни пишу, смеюсь. Мне попросил вдруг из Херсона написать песню о России. Я говорю, ты знаешь, я напишу, но потом обидишься. Я напишу именно то, чтобы нужно было бы, как бы, о патриотизме, о России, духовную скрепу какую-то там увидеть, чтобы люди знали, что для нас важное. Написал, многим понравилось, да, вот, и музыку написал. Ну, Херсон, там что-то творится, вы знаете, и он уже мне вечером позвонил, уже слезами, уже не до песни. Неизвестно, что с нами будет, друзья. Помоги нам, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok